Здрасте, дорогие друзья! Возникла потребность записать ролик, посвященный тому, кому, собственно говоря, на 2023 год в России нужен техосмотр. В ближайшие 2-3 дня у моих клиентов возникла проблема. Они получили штрафы, их остановил инспектор ДПС. И они работают на коммерческом транспорте. У них автомобили B-категории, но у которых в СТС написано, что это грузовые автомобили. То есть B-категория, ну, грузовой фургон, либо грузовой рефрижератор, либо грузовой бортовой. Все эти машины обязаны иметь техосмотр, вне зависимости от того, сколько им лет. То есть если у автомобиля в СТС написано, что он B-категории, но грузовой, каждый год необходимо проходить техосмотр. В противном случае вы будете получать штрафы от ГАИ, пока с камер они не приходят, но от ГАИ будете получать. 2000 штраф в городе Санкт-Петербург, быстро оплаченные 1000 рублей. Ну и самое печальное, это то, что если даже есть у вас страховка на этот автомобиль, но у вас возник страховой случай, то страховая компания посмотрит вашу СТСочку, увидит грузовой и выставит вам регресс. Потому что вы обязаны по закону были пройти техосмотр. И вам через суд придется доказывать, что вы не осел. Поэтому обязательно, если у вас, у друзей, у родных, у близких, есть автомобили B-категории, у которых в СТСке написано грузовой, сообщите им, что теперь обязательно, и с января месяца повально, идут проверки и штрафы. Чтобы не прилипнуть на деньги. 1000 рублей это серьезные деньги по нашему времени, поэтому, а 2000 рублей подавно. Ну, самое печальное, это регресс от страховой компании. Когда вы причинили кому-то ущерб, страховая за вас выплатила, а потом через суд, не сомневайтесь, что она это сделает, она с вас же возьмет все, что она выплатила. Дальше, кому же нужен техосмотр еще? Конечно, С-категориям. Обязательно. Также каждый год, вне зависимости от года выпуска, то есть новый автомобиль должен сразу проходить техосмотр, и без него не имеет права эксплуатироваться. Дальше, на любой транспорт, который переоформляется, да, легковые категории, там, до 4 лет не нужен техосмотр при переоформлении автомобиля, после 4 лет нужен обязательно. Ну, и напоминаю, что до 10 лет, пока машине не исполнится, техосмотр выдается на Б-категорию на 2 года. Опять-таки, если это у вас не грузовая категория, не грузовая, не Б, там, где указано грузовой. Дальше, при переоформлении машины вам обязательно нужно пройти техосмотр. Техосмотр сейчас проходится по новым правилам, нужно обязательно приехать на станцию, вашу машину сфотографируют, проверят, убедятся в том, что она встанет на учет. То есть, если у вас разбитое лобовое стекло в районе водителя, вам не дадут техосмотр, и на учет в ГАИ вам не поставят. Но, опять-таки, если у вас там нет каких-то суперзнакомств. Дальше. Кому еще нужен техосмотр, кроме как для переоформления, и проблемы возникают. Если вы на автомобиле и пересекаете государственную границу, неважно, какого года выпуска у вас автомобиль, у вас должна быть диагностическая карта. Если ее у вас нет или техосмотра, то вас просто не выпустят. То есть, вам не дадут пересечь границу. Штрафы большие, поэтому, друзья, не рискуйте, если путешествуете на автомобиле, то даже если он у вас новый, там должна быть диагностическая карта, она должна лежать. Напоминаю, дистанционно сделать диагностическую карту можно, конечно, за деньги, за большие деньги. Это незаконно, это залипуха, и это может вывести. Поэтому, друзья, не рискуйте, если путешествуете, обязательно проходите техосмотр. Что же касается всех остальных, у кого автомобили Б-категории, и кому тут сказали несколько лет назад, что все, техосмотр не нужен. Правительство отвязало техосмотр от страховки. То есть, при оформлении страхового полиса, вам не надо заключать, проходить, подтверждать то, что вы прошли техосмотр. Зачем это было сделано? Сейчас напомню, это для онлайн-сервисов было сделано. Допустим, вы, олигарх, сделали онлайн-сервис по выдаче страховок. Вы не можете продать страховку в онлайне, потому что у человека нет диагностической карты. Он идет к живому агенту, к такому, как я, который ему поможет с диагностической картой, с прохождением техосмотра. У нас есть станции, да, там есть специалисты, которые подскажут, помогут пройти техосмотр без проблем. Но тогда те люди, которые продают страховки через онлайн, они терпят убытки. Поэтому они пролоббировали это, и правительство отвязало техосмотр от страховки. И теперь вы можете на любом сайте, там, в любом своем банке, в банковском приложении, Сбербанк, Тинькофф оформить себе полис ОСАГО с бешеной скидкой, там, да, как бы без техосмотра. Правительство отвязало, да, но оно не предупредило вас о том, что если у вас наступит страховой случай, и страховая усомнится в техническом состоянии вашего автомобиля, вам будет выставлен регресс. А регресс это что? Это если вы в кого-то въехали, то ваша страховая за вас деньги выплатит, да, там, 400 тысяч рублей, а потом подаст на вас в суд, и через суд все эти деньги себе обратно вернет. Это вот регрессное требование. Вы должны это понимать. И вот если у вас Б-категория, там, где указано грузовой, то 100% будет регрессное требование или невыплата. То есть вы прилипнете. У вас есть страховка, но по факту ее нет. И вы прилипнете на бабки. Что же с Б-категориями творится? А с Б-категориями очень интересно. Если вы не прошли техосмотр, попали в ДТП и пришли в страховую компанию, там есть список документов, в котором есть диагностическая карта. А дальше специалист страховой компании смотрит на вас внимательно и определяет, лох вы или не лох. Если вы лох, да, он выставит вам регрессное требование и скажет, ну, дружище, обращайся в суд. В 90% случаев вы в суд, конечно, не пойдете. Да, и понесете это бремя. То есть заплатили за страховку, потеряли коэффициент свой, да, скидочный, и еще заплатили полностью за ДТП. Ну, если страховая видит, что вы такой ушлый человек, и пойдете в суд, и отсудите. Да, можно отсудить, конечно. Если ваш автомобиль стоял, в него кто-то въехал, то по суду вы сможете доказать, что, как бы, диагностическая карта в данном случае, то есть техническое состояние вашего автомобиля, никакого значения не имела. Ну, вам придется идти в суд, и через суд это доказывать. И страховым сейчас, как бы, дано указание свыше о том, что не надо нагибать всех подряд. Ну, и как бы топовые страховые компании, а если вы работаете с персональным страховым агентом, он старается страховать вас именно в таких компаниях, там, где супер сервис, супер хорошо, они все-таки очень избирательно к этому подходят. И, допустим, в той компании, в которой я страхую людей, таких случаев не было. Даже если у Чайка нет техосмотра, его как бы не нагибали. То есть, да, в суд ему не приходилось идти. То есть, все нормально было, а выплата никаких регрессных требований не было. То есть, люди все эксплуатировали. Но я все равно, поскольку знаю, как только им дадут отмашку и разрешат это делать, они повально будут не выплачивать и выставлять регрессные требования. Потому что по закону, по закону это так. Да, сейчас ситуация сложная. Сейчас у нас пандемия, экономический кризис. Третья, блин, мировая, чтобы вы понимали, да, противостояние такое. И поэтому, конечно, сейчас правительство у нас не дураки. Они, конечно, кошмарить народ не будут. Но уже вот с января у нас отпустили по газелькам. То есть, порядок наводят. То есть, все коммерческие транспорт, который ехал до Раслабони, теперь будут нахлобучивать, будут приходить штрафы. Потом будут приходить штрафы с камер. Это еще неприятней. Ну и Б-категория. Если вы можете пройти техосмотр, то есть, у вас есть знакомый, который поможет, допустим, подскажет, настроит, сделает так, чтобы вы прошли техосмотр. Потому что по новым правилам у вас не должно быть трещин на лобовом стекле в районе водителя. Световые приборы все должны работать. СО. Все это должно соответствовать, да. Но я вам напомню, что автомобиль, у которого не менялся катализатор, которому 3-4 года эксплуатации, ну, там, в зависимости, конечно, от пробега. От 50 тысяч пробега. Там уже по ЦИО не проходит никак. То есть, все равно вам надо будет на станции что-то там, как-то предпринимать какие-то действия. Это порядок. Это, да, замечательно. Машины будут ездить хорошие, ухоженные. Битых стекол не будет. Мятых бамперов там, крыльев. Все красиво будет. Замечательно. Но, вот сейчас ситуация в таком подвешенном состоянии. И всем своим клиентам я говорю, друзья, я вас страхую в лучшей страховой компании, да. Они как бы не были замечены. Поэтому на вашу усмотрение. Хотите проходить этих осмотров? Хотите, не проходите. Да. Как бы, ну, вот может возникнуть такая ситуация, что отмашку дадут сверху, и все. И всех повально будут на регрессные требования и на невыплату. Такое будет. Рано или поздно будет. Поэтому, друзья, если у вас автомобиль, а если он еще не старше 10 лет, то даже не заморачивайте. Либо сами приедете на станцию, если уверены в состоянии своего автомобиля. Там вам выдадут диагностическую карту на 2 года. Техосмотр сейчас стоит по январю 2023 года на Б-категорию там в районе полутора тысяч рублей. Через специалиста, допустим, там 2700-2900. Да, опять-таки, с помощью там, чтобы настроить все это такое, чтобы у вас все точно прошло. Без проблем там. 20 минут по времени записались, приехали, машину отфоткали, у вас все исправили. Все поправили, все сделали. Все, ездите спокойно, горе не знаете, кайфуете. И главное, страховка ваша работает полноценно. И если что-то даже приключится, у вас всегда есть документ, который подтверждает, что ваша машина технически исправна. Но обратите внимание, если у вас будет ДТП официально зафиксировано, то помните, что просто после ДТП вам также повторно необходимо будет пройти техосмотр. Потому что в противном случае, если эта ДТП зафиксирована и страховая поднимет эту историю, то опять-таки техосмотр не действует. Поэтому приходим к следующему моменту такому по поводу техосмотра и страховка. Никогда, никогда не портите себе историю страховой компании. Помните, если вас правильно страхуют, у вас каждый год копится класс. Он растет, пока не станет там максимально возможным. Пока ваша скидка не вырастет там до 50, в этом году она 54% стала максимально возможная скидка. То есть 10 лет вас страхуют правильно, у вас не было аварии по вашей вине, у вас все, 54% скидка. По 5% в год она копилась до недавнего времени. А если у вас будет ДТП случиться по вашей вине, по вашей вине, то скидка слетит не сразу, она слетит пачками такими. Есть таблица КБМ, кому интересно. Отдельно ролик у меня записан, еще запишу по поводу свежей таблички. Помните, пачка и слетает. То есть, допустим, если у вас 50% скидки была, то вы потеряете 30%, если даже кому-то что-то замяли, вот какую фигуленьку откололи. Если человек обратился, ему выплатили там 500 рублей, то вы потеряли 30% и не на один год, а на все последующее время. На секундочку, друзья. На все последующее время. То есть, опять год за годом вам надо будет копить. И в итоге вы теряете не 30%, а посчитайте, какую сумму. То есть, на сегодняшний момент, на январь 23 года, если у вас возникло ДТП, по вашей вине, и вы можете за наличку, вы признаете свою вину, и можете за наличку разойтись до десятки, потерпевшие страны, не задумываясь расходить. Конечно, под расписку, конечно, под видео, чтобы потом претензий не было никаких. Торгуйтесь, торгуйтесь, друзья. Если вы кому-то сделали сколько, дайте тысячу на полировку. Не обращайтесь в страховую компанию. Потом проклянете все на свете. Начинающий водитель сейчас без стажа, без возраста, у которого ДТП было по его вине, у него полис ОСАГО на секундочку сейчас стоит. 45 тысяч рублей. Это ОСАГО, это не каска. Друзья. Поэтому, по мелочи, историю себе страховую не портите. Виноваты, сторговались, въехали кому-то, господи, ну давай на полировку дам тебе 3 тысячи рублей, 4 тысячи рублей. Разошлись, все. Вы платите копейки по страховке, у вас нет зафиксированного ДТП, то есть вам не надо проходить техосмотр повторно. И в истории, когда вы будете продавать машину, у вас тоже не будет битых элементов. Потому что на секундочку, если на бампере у вас царапина, то все равно в этой истории у вас будет бампер мятый. А если бампер мятый, то и кузовня, соответственно, у вас пострадала. Зачем? Зачем ради какой-то фигни портить себе историю, нести расходы по страховой компании и еще потом с трудом продавать машину? Нет, друзья. Страхуйтесь правильно, действуйте на дороге так же правильно, будьте вежливы, культурны. Ну и, друзья, повторяю, кому нужен техосмотр? Например, грузовому транспорту C-категория обязательно. Автобусы, трамваи, даже не берем в расчет. B-категория, C-категория каждый год обязательно. Дальше. B-категория, которая грузовая по свидетельству о регистрации, обязательно техосмотр, иначе штраф будет 2000 рублей, быстро оплаченный и 1000 рублей. И страховая ни черта не выплатит, если вы кому-то ущерб причините, либо вам ущерб причинят. Дальше. Любому автомобилю, который переоформляется, который старше там 4 лет, B-категории, в ГАИ с вас потребуют диагностическую карту для переоформления. Для выезда за рубеж все машины должны иметь техосмотр. Обязательно. Обязательно. Ну и те, кто делают все правильно, они обязательно каждый год проходят техосмотр. Чтобы у них была отметка, сейчас она и в бумажке, и в отметке в электронной, то есть по базе ГИБДД можно проверить, есть ли диагностическая карта. То есть там написано, автомобиль исправен. Это вас подстрахует от нерадивых страховщиков, которые захотят не выплачивать деньги, а выставить вам регрессное требование и чуточку сэкономить на вас. Ну и, конечно, страхуйтесь, страхуйтесь только в проверенных компаниях. Не надо никому верить. Есть Яндекс, Гугл, вбейте там топ-5 страховых компаний, лучших по мнению потребителей. Не по мнению страховых компаний или ассоциаций. Нет, по мнению потребителей. К сожалению, сейчас такое время, кризисное, а в кризисное время разоряются в первую очередь, конечно, туристические фирмы, ну и во вторую очередь страховые компании. Это тоже пирамиды. Нужно понимать. Наша задача, поскольку выплату мы получаем строго в той компании, в которой мы застрахованы, застраховаться в лучшей компании. Компания год от года может меняться. Поэтому руководствуйтесь советом специалиста, либо сами разбирайтесь через интернет. Страховаться, вот можно говорить, в топ-5 лучших страховых компаний, по мнению потребителей. В них можно страховаться. Я сейчас работаю с одной страховой компанией. Я не буду говорить, что это за страховая компания, потому что эта ситуация может измениться. Она меняется. Еще там 6 лет назад была отличная компания Ренессанс Страхования, в которой я страховал людей. Да, они были счастливы. И я им говорю, во, ребята, вы можете на смартфоне человека вписать страховку к себе. Вообще круто, здорово, классно. Хоп, хоп, кризис наступил. Все, хлоп, 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 хлоп. Неправильная экономическая политика страховой компании. Офисы закрыли, 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 закрыли. И сейчас только по сусекам скрибут. И никто, ни в коем случае там не надо страховаться. Ни в коем случае. Потому что, что вписать туда водителя, вам надо идти и торчать в очередях. Понимаете? Это по сравнению с тем, что раньше, хоп, на компьютере сам никуда не надо ходить. Никуда нет, никому не надо звонить. Все классно. Но вот, к сожалению, страховые компании, они, как люди, они иногда портятся. Поэтому мы, как страховые агенты, мы следим за тем, чтобы застраховать вас там, чтобы вы были настолько счастливы, что каждый год вы приходили к нам, несмотря на то, что ваш смартфон каждый раз предлагает вам со стопроцентной скидкой застраховаться в каком-то гамне. Прошу прощения за выражение. Если вам банк предлагает застраховаться, наведите справки в интернете. Что там насчет выплат? Что там насчет изменений в полис? Что там насчет возврата денег по страховке? И запомните ключевое правило. Если вы вдруг продали автомобиль или просто его не эксплуатируете, в классной компании деньги вы можете вернуть прямо у своего агента. Вы можете ему позвонить и сказать, чувак, я продал машину. Что мне делать? И он скажет, ой, да вообще не проблема. С кем мне реквизиты своего счета там? И тебе денежка придет там завтра, послезавтра. Вот это классная страховая компания. Классная страховая компания, это когда ты звонишь своему страховому агенту, ты говоришь, чувак, слушай, тут надо, чтобы человек съездил на моей машине. У тебя говорят, да без проблем, с кем мне права. Чик-чик, все, скинул, все. Через минуту у вас полис уже со вписанным водителем. Да, он начнет действовать с нуля часов, но он уже у вас, вам никуда не надо ездить. У вас все четко, замечательно, офигенно. Вот это классный сервис, я называю, да? Классный сервис страховой компании, это когда к тебе приходит клиент, у которого было ДТП, которому ремонтировали машину, он говорит тебе, офигенно, как это здорово, как классно это было, понимаете? Это большая редкость. Хотелось бы, чтобы как можно больше страховых компаний вот вели себя подобным образом, чтобы был такой сервис, классный агентский сервис. Пока же они все ведут себя так, как коммерсанты. Поэтому единственный человек, который скажет вам правду, это ваш агент, который заинтересован в том, чтобы вы его кормили всю жизнь. За то, что он делает все правильно. Все делает так, что вы в восторге. Даже когда у вас происходит ДТП, вот какая должна быть страховая компания, вот какой должен быть страховой агент. Обязательно. Это будет классно, здорово. Это будет совершенный мир, когда мы в смартфоне можем кнопочку нажать, у нас все будет застраховано, и все будет гладко, классно и замечательно. Пока страховые коммерсанты, они не упустят свои выгоды, и когда вы нажимаете клавишу, да, там, оформить страховой полис, под этим столько подводных камней, что не дай боже вам с этим столкнуться. Но вот, к сожалению, к сожалению, люди, которые страхуют автомобили, они не ездят в метро. Я в метро один раз прокатился, там, за 20 лет. Там, да, все говорят, ой, там, когда вы покупаете страховой полис ОСАГО через интернет, обратите внимание, проверьте там-то, проверьте там-то. Сейчас поголовно, поголовно людям просто звонят, обзванивают просто базой, просто тупо мошенники звонят, тупо говорят, ну, да, мы продлим вам полис, все, вот стоимость такая, страховая, человек всю жизнь там страховался, а страховая продала базу, или украли у них базу клиентов. И ему привозят ксерокопию уголимую, или там электронный полис, который вообще не отличишь, там, нормальный, ненормальный. Человек не знает, что надо проверять на базе ОСАГО. Да база ОСАГО плохо работает, там, иногда висит. Не проверить этого всего. Поэтому, друзья, страхуйтесь, пожалуйста, у проверенных специалистов. Только на официальных сайтах страховых компаний, это если вы делаете самостоятельно. Изучайте правила страхования. Правила страхования. Если вы страхуетесь правильно, запомните, у вас на сегодняшний день должна быть скидка 54% по ОСАГО. Она действует не только на ОСАГО, но и на КАСКО. А если вы не знаете, какая у вас скидка, значит, Бог знает, как вас страхуют. Ну, вы можете это проверить всегда на сайте РСА, да, по своим правам. И помните, друзья, особенно это относится к иностранным гражданам. Когда россиянин меняет права, да, его скидку переносит со старых прав на новые. Это очень здорово. Вот в последнее время это случилось. Это очень здорово, когда вас правильно страхуют, у вас все хорошо. И это очень плохо, если вас неправильно страхуют и вам не объясняли, что не надо пару ДТП в год хватать за всякую ерунду. Вы открыли дверь, откололи там, царапинку оставили, вместо того, чтобы за тысячу рублей договориться, а что я там 15 тысяч заплатил за страховку, вон я это, что, пускай страховая платит. Хоп, вы приходите, а он говорит, 45 тысяч рублей, ОСАГО. Как так? У меня коэффициент 2.25. Вот так вот, друзья. И что с этим коэффициентом будет? А этот коэффициент надо будет поменьшать. Каждый год уменьшать. Если раньше у вас был годовой пропуск по страхованию, ваши скидки и накидки аннулировались. Сейчас нет. Сейчас, если вы заработали себе плохой коэффициент, вам нужно что-то предпринимать. Либо платить космические деньги за ОСАГО, либо собираться в клубы братьев по несчастью и вписываться куда-нибудь в какие-нибудь псковские, крымские страховки и фигурировать там, чтобы у вас постепенно вот обратно скидка возникала. То есть, накидка перекрывалась и скидка возникала. Потому что, если у вас ДТП по вашей вине происходит, у вас не скидка формируется, а накидка. И накидка настолько большая, что стоимость страховки вырастает до 45 тысяч рублей, друзья. Я надеюсь, данный коротенький ролик, который я думал сделать коротеньким, будет вам полезен. Если какие-то вопросы у вас возникают, пожалуйста, пишите. Обязательно из этих вопросов я сделаю полноценный ролик. Потому что я в этом страховании уже долгое время. И, конечно, хочется поделиться с людьми не только счастьем моноколеса, но и счастьем правильного страхования. Запомните ключевое правило. Если у вас есть права, если у вас нет прав, обязательно их получите. Потому что даже на моноколесо в скором времени они будут обязательны. Кроме того, вы получите права, вы положите их на полочку и впишитесь кому-нибудь из друзей с автошколы, или из родственников, или в Крымскую какую-нибудь страховку, или Псковскую, там, где вы стоите будете копеечки. И у вас будет каждый год копиться скидка. И в тот момент, когда вы захотите купить автомобиль, страховка вам будет стоить дешевле. А если, не дай бог, у вас случится ДТП, у вас будет подушка безопасности в виде вот самой этой скидки, которая не позволит вам уйти в аварийный класс и платить 45 тысяч рублей за страховку ОСАГО. Поэтому, друзья, если у вас нет прав, получайте. Если у вас есть права, но вы не ездите на автомобиле, а ездите на моноколесе или велосипеде, или самокате, обязательно впишитесь кому-нибудь из друзей. Потому что просто ваши права лежат, они ничего не значат. У них не копится никакая скидка. Также это имеет отношение к людям, которые к профессиональным водителям, которые по 30-40 лет стажа работают на машинах, на государственных машинах, либо коммерческих, у которых страховки без ограничений. Это значит, что у них вообще ничего не копится. Вот они для страховой лохи. Понимаете? 40 лет стажа, опытный водитель, а вот страховку на него делаешь, он лох. Понимаете? У него нет никакой скидки. А если ДТП случается по открытой страховке, то все равно права-то его фигурируют. И у него вместо его лоховской единицы, да, или 1.17, как по новой таблице, у него 2.25 возникает накидка. Понимаете? Поэтому, друзья, объясните родным и близким, что такое правильное страхование. Правильное страхование, когда вы всегда вписаны в какую-нибудь хорошую страховую компанию кому-нибудь из друзей. Лучше, чтобы в вашей страховке вообще все ваши друзья родные и близкие были. И вы тогда четко, спокойно, уверены, что у всех у них на базе вашего полиса копятся скидочки. У них все замечательно. Конечно, если они на ценнике не сказываются. Если они сказываются на ценнике, пусть пишутся кому-нибудь из других. Так что вот, друзья, помните, запомните, каждый год, что вы вписаны в ОСАГО, у вас накапливается класс. Растет он. И скидка растет. Пока не станет максимально большой. На сегодняшний день это 54%, если я не ошибаюсь. Вот если вас правильно страхуют, у вас 54% скидка. Вы кайфуете. Вас списывают бесплатно в любой поле страховой. Абсолютно. Вы, царь и бог, и платите мало денег. Но не прослите это все. И по мелочи историю себе не портите. Когда у вас максимальная скидка, или когда у вас нет скидки, то точно до десятки можете смело расходиться. Это вам выгоднее. Материально, понимаете? Вы не потеряете скидку. Вы эти деньги отобьете. И историю не испортите. И машину себе не замараете. За всякой фигней. ОСАГО нужно для серьезных вопросов. Понимаете? На тот случай, если что-то приключилось. Вот у меня клиент оформила страховку и собрала паровозик. Представляете, там каждая машина по 400 тысяч рублей, 10 автомобилей. 4 миллиона! И вот когда вы мне говорите, что там страховка там стоит 10 тысяч рублей, а ничего, что за вас 4 миллиона страховая выплатила? Ничего. Так что, ОСАГО нужно только вот для ключевых таких, конкретных моментов. По мелочи историю себе портить ни в коем случае не надо. Ни в коем случае не надо. И если так получилось, что она уже испорчена у вас, то просто впишитесь кому-нибудь из друзей, у кого там страховка не такая дорогая, либо к собратьям по несчастью, у кого такие же коэффициенты. Потому что аварийность снимать надо. Раньше можно было там поменять права и по новым правам у вас было все хорошо опять. Сейчас не так. Ну вот сейчас, возвращаясь к людям с иностранными правами. Друзья, когда вы меняете права, данные о вашей скидке никуда не передаются. Поэтому следите за тем, что Паген взял вашу скидку со старых прав и перенес на новые. Если вы этого не сделаете, вы просрете свою скидку. Более того, запомните, наша скидка, она привязана к фамилии, имени, отчеству. Если ошибку одну вы имени допустите, а иностранные имена, они разнообразные, да как и российские, то опять-таки скидка ваша будет не найдена. К дате рождения наша скидка привязана и к серии номеров прав. Вот поэтому, друзья, внимательно, если самостоятельно делаете пользу, проверяйте 10 раз и обратите внимание, там 10 галочек вы должны поставить о том, что вы берете на себя ответственность за то, что. Я понимаю, если, допустим, вам за это скидку какую-то дают, да, я говорю своим клиентам, друзья, да ради бога, оформляйте полисы сами, самостоятельно, если вы в этом разбираетесь, если я вас научил этому, да, пользуйтесь этим. но, друзья, если это дешевле, чем через меня, понимаете, если они вам за это скидку дают, если, допустим, через Виталика стоит 10, а без Виталика стоит 9, да, оформляйте. У меня спросили, да, я вам скажу, да, вот это лучшая компания, там можно оформлять, да, подводные камни такие, да, я вам скажу, я не жадный, но если вы самостоятельно оформляете страховку в каком-то говне, прошу за выражение, страховые компании, платите такие же деньги, как заплатили бы у меня страхусь в лучшей компании, имея круглосуточный сервис поддержки страховой, ну, вы долбоебы, прошу прощения за выражение, ну, вот, что я могу сказать, ну, вы это поймете с годами, а мне пока да, надо эти годы, пока вы понимаете выжить, ну, я хочу, если и выживать, то в обществе счастливых людей, поэтому я ставлю людей на моноколеса, а это дарит счастье, я объясняю, как правильно страховаться, это экономить деньги и тоже дарит счастье, вы можете купить моноколеса, друзья, спасибо вам огромное, что смотрели, прошу прощения за мат, который прозвучал, но я надеюсь, этот ролик для взрослых людей, и мат, это неотъемлемая часть русского языка, ни в коем случае ее исключать нельзя, спасибо, что смотрите, если какие-то вопросы возникают, обязательно пишите в комментариях, я с удовольствием отвечу на все вопросы, и в итоге у меня есть идея снять полноценный ролик, но каждый раз, когда я сажусь это делать, это вот что-то на 30-40 минут, хочется что-то сжатое, вот конкретное, замечательное, или таблицы там меняются, или еще что-то новое вводится, ну вот, вкратце, надеюсь, я объяснил, если какие-то вопросы есть, пишите, пожалуйста, в комментариях, с удовольствием отвечу, ну и конечно, страхуйтесь правильно, и вставайте на моноколеса, это необыкновенное счастье, у каждого в автомобиле должно быть моноколесо, это решает проблемы с парковкой, вообще на ура, вообще на ура, приехали в любой город, оставили машину, город, фу, за часик, весь изучили, весь пофоткали, все классно, все здорово, все кайфово, никаких тебе платных парковок, где хочешь, там и оставляй, камера, липа, все, никаких тебе лип, и все в безопасной среде, понимаете, это очень круто, у нас сейчас во дворах мест парковочных нет, улицу Титул разлиновали так, что там эвакуируют каждый день автомобили, которые напротив сплошной становятся, а ее там просто не видно, ее там никогда не было, 40 лет не было, пока всех лохов выгребут, а это не лохи, это наши сограждане, друзья, нам в одном окопе с ними сидеть, то есть с парковкой здесь же, жопа, а моноколесо решает этот вопрос, в двух километрах оставил, да на работе оставил, да где угодно, я вообще машину продал, потому что моноколесо полностью заменяет для меня, да, автомобиль, личный транспорт, мне не надо полторы тонны металла с собой тащить, мне не надо платить страховку, мне не надо платить бензин, не надо, не надо, не надо, если что-то куда-то надо съездить там с женой, которая еще не стоит на колесе, ну да, я беру такси, но это относительно небольшие деньги, если мне надо съездить на дачу, да, я пользуюсь каршерингом, вот пользовался пару раз, пока я доволен, пока доволен, вот как бы, но моноколесо это необыкновенное счастье, А вы, друзья, я вам завидую, вы автомобилисты Ни в коем случае не заводите себе кредитные карточки Чтобы не продавать автомобиль Чтобы их не гасить Пользуйтесь дебетовыми карточками, это полезно Не держите там много денег Пользуйтесь ими как кошельками И я вам очень завидую Уважаемые автомобилисты, у меня был лучший автомобиль На моем канале есть лучший Ларгус на свете Вот вбейте просто в ютубе лучший Ларгус Это вот мой автомобиль, это шикарный Но реально я им стал мало пользоваться То есть, ну, вообще не пользоваться стал А у меня там камеры по периметру То есть, аккумулятор надо раз в три дня менять У меня запасной аккумулятор Я его продал и закрыл одну кредитную карточку Я счастливый человек Вот ни в коем случае не играйте с кредитками Кредитки это зло, запомните, дебетовые карты только И вставайте на колеса И страхуйтесь правильно Спасибо, что смотрели, все Спасибо за ваше время Желаю вам здоровья, благополучия И мирного неба над головой Все, честь имею, пока-пока